Продолжается плей-офф и три трассы сейчас будут в раунд восемь, которые оставят финалистов четверых на последнюю гонку в борьбе в Фениксе. А сейчас вот эти три трека. Это Техас, которого не было в сезоне. На нем гоняют All-Star Race, но ее нет в игре. И Канзас. Я был хер знает каким на Канзасе. В 30-м Мартинсвилле я был третьим. Не помню уже каким образом я добился этого результата, но был третьим. Ну что ж, смотрим, что такое Техас. И дальше уже. Дальше уже. Финал, надеюсь, который мы попадем. Это Суперспидвей. Кайл Буш был победителем. Последний раз здесь. Ну, ладно. Кайл Буш, Кайл Буш. Я напряжен после последнего дорожника. И хотя бы правила на моей стороне оказались этого плей-оффа. Что тот, кто проползает, получает обнуление. Это мне понравилось. Ну, а что здесь? Только бы это не был второй Нэшвилл. Знаете, пока не похоже на Нэшвилл. Пока похоже на нормальную трассу. Ну, все понятно. Все понятно. Это овал, ребята. Надо поворачивать налево. Больше дорожников не будет. Это не может не радовать. Я заебался, особенно после последнего... Любой дорожник из сезона, из сезонного набора, я бы облезал. Наоборот, я бы поставил чемпион сложности. Я бы забалдел. Но то, что, блядь, было до этого, кто видел, тот, блядь, понял, что это был пиздец. Причем такой себе. Здесь, мне кажется, я хреново довольно справился. Даже на практике этот поворот вышел лучше. Да, 32 место. Ну, это еще неплохо для моего уровня катания на суперспидвэев. Я бы, конечно, рестартнул. Черт с ним. Ковбойскую шляпу дают, что ли, победителю? Ну, так это же здорово. За ковбойскую шляпу я готов вписаться. Читаем Мандемс, хочется вот смотрю на Кайла Буша. Понимаю, что у меня будет... У меня уже есть такой же подбородок. Ну, кстати, да, ковбойская шляпа насажена на черный кукан, поэтому... Бессловно, ее дадут. Ладно, дед, я погнал. Нам надо прорваться в очки здесь. Следующая трасса точно отсос, а потом в Мартинсвилле там видно будет. Ну и тактику здесь никто не отменял, как мне представляется. В этом Техасе. Со сменой шин, со всей хуйней под желтый, но... Посмотрим. Для этого надо прорваться куда-нибудь в позицию на 20-ю, откуда можно отыгрывать. И там уже принимать решение. Блядь. Ну, такое. Слишком такой грязный воздух здесь. Тягучий. Притягивает к себе прям. Бубоволосы, он узнал меня. Он узнал. Эх ты, говорит, ебаный, блядь. Урод, который меня весь сезон таранит. Ну ничего, Буба. Я тебя тоже помню, как ты можешь видеть. Я бы на месте Бубы особо не выебывался. Мне рано или поздно понадобится. Машина. Ну, я надеюсь, я уже далек от него буду к тому моменту, естественно. Машину, которую можно вынести. Сейчас, кстати, непонятно, почему я в чистом воздухе находился. Так, ну спасибо Бушеру, кстати. Он меня подсейвил тут. Мне нужно как можно больше проехать сейчас, чтобы чуваки износили шины. И уже после этого быка врубать. Так, отлично, отлично. Желтая машина помогает мне немножечко. Это Макдауэлл. Естественно, ни о ком Пите речи не идет. Мне нужно доехать до Макдауэлла и протолкать его немного вперед. Потому что мы отстали. И отстали сильно. Нелли Суареса потолкать, не знаю. Давайте Макдауэллу. Все-таки он вроде хороший скилл на суперспидвейх умеет. Имеет, точнее. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не надо. Ну и Макдауэлл это наш шанс. Если мы так поедем, то круги на 20-м. Соответственно, Малком... Майкл окажется в стене. Ну а мы возьмем новые шины. Давай, ускоряйся, брат. Ну вот это вообще не то, что мне нужно. Мне надо, чтобы он был спереди. Но не газ же отпускать. Ну ёп твою мать. Так, Макдауэлл не хочет, чтобы я его расталкивал. Может, что-то чувствует. А может, просто шины ушли. Давайте в чистом воздухе поедем. Посмотрим, что будет. Может, я начну догонять впереди идущих. Да нет. Я не только не начинаю догонять. Вообще ничего хорошего не происходит сейчас. Нет, я догоняю все же, наверное. Ну хорошо, тогда едем. Да, борьба за чемпионство сложная. Не со всеми трассами в плей-офф явно повезло. Вначале прям шоколадненько было, а потом... Ну хотя бы три своих я забрал. Ой. Блин, по цифрам я вроде как отыгрываю, а по ощущениям вообще нет. Но вот сейчас явно подтягиваюсь. Ну только желтый спасает. Мы видим, где все остальные. Блять, у меня так нос чешется, чуваки. Это просто пизда какая-то. Тут и прямой-то нет нормальный. Но он скоро будет, чтобы почесать. Или я чихать начну. Ух ты! Ой! Это было сильно. Надеюсь, без повреждений. Все, нос почесан. Так, мне надо в лидера здесь выйти. Это и группа. В принципе, 50 кругов. Темп у меня есть. Я, может быть, и доехал бы. Но сейчас шины уйдут, и что? А я не принял никакого решения. В том числе грамотного. Если вы понимаете, о каком я. Так, через близко пропусти. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще время не... Хотел сказать, получилось. Но в итоге ничего особо и не получилось. Но в любом случае мы едем. Репейр-ноун. Надеюсь, круговыми мы не станем. И в конце у нас будет тупо свежак. Так, я не видел, какой круг был. Если меньше, чем 13-й, то плохо. Блядь, неужели круговыми? Выпускай, выпускай. Убирай этот домкрат, мудак. Газуй. Газуй, блядь. Да не, вроде не должно быть. Никто не проезжает. Не, прорыв опять с сорокового, но... Оно того стоило, я более чем уверен. Поменьше бы контактов, побольше бы свободы внутри. Давали мне малые. Я думаю, мне не нужен даже драфт. Нет, наверное, мне нужен все же драфт. Газуй, глядь, глядь. Три-вай, у нас два встала. В середине три. В середине три. У нас один остался. Газуй. Это очень медленно от пацанов. Но я не хочу разбивать машину. Мне надо прорваться хотя бы... До какой-нибудь двадцатой позиции. Там опять мутить грязь. План именно такой. Кто не понимает, мне очень трудно догонять. Я быстро, конечно, но... Ну, за счет шины вообще. Но, бля, мне надо постоянно, чтобы доезжать до следующего пака, попадать в слепстрим. Понимаете? То есть, я как по лестнице карабкаю с такой своеобразной вверх. Ну, вот, типа я встал, взял от него слепуху и пошел внутрь. У них уже нету держака. Они куда-то отваливаются изнутри. Там шины уже не те у пацанов. Я могу атаковать прямо. И в конце у меня будет просто лютое преимущество. Но, во всяком случае, должно быть. Так, практически все, что было отвоевано раньше, я отвоевал назад. Буба. Привет. Ну, мы видим, как я в вираже просто разъебываю. Так, мне нужен третий ряд. Никто его не дает. В итоге Бриско решает внутрь уйти. Блядь, зачем? Спасибо, Бриско, блядь. Я так был рад твоей первой победе в реальном Носкаре. Мне ты показался симпатичным парнем. Так, ну чё, топ-20 уже примерно. Пролезу я? Блядь, не пролез, не попал. Так, моя цель вот та группа. И устроить там завал. Причем желательно, когда я буду вот где-то в районе... Труикса, возможно. Или я и так доеду до трех лидеров. Не знаю, не знаю. Трудно сказать. Я, кстати, могу экономить резину, на самом деле. Я быстрее даже сбрасываю в повороте. Да не, мне кажется, я побеждаю при любых раскладах тут. Кроме там разворота или еще какой-то грязи. Я просто реально быстрее на этой резине. Просто посмотрите на это. Неудачник Кайл Ларсон, не попавший в плей-офф. Будет обидно не принять правильное решение сейчас. Если я вдруг перестану доставать пацанов. Ну такое. Главное, что моя машина цена. Цела. Фух. Встаем за Лагана. Да и мы не встаем. Даже, блядь, мы слишком превосходим за счет резины. В стену еду, да? Нет, нормально. Отконтроль. Кизиловский, Труэкс, Буш впереди. Брэд не в плей-офф. Все остальные мои противники. В борьбе 20 кругов до конца. Относительно пацанов у меня свежая резина. Я просто даже без слепстрима отъедаю безумное количество. Я уже в их группе, наверное, можно сказать. Держака тоже хватает, чтобы провести грамотную атаку. Я могу еще и внутри ехать. То есть у них уже, видимо, нет для этого возможности. Я сразу за Кэллом. Бушем. В этот раз я не буду заниматься той хуйней, которой я занимался с Байроном. Я просто, блядь, выиграю и все. 19 кругов. То есть где-то 10 минут радости впереди у нас. Я, очевидно, самый быстрый здесь за счет резины. Но приходится, видите, на какие приемы идти, да, блядь, чтобы... Стать чемпионом. Я проворачивал это несколько раз в чемпионате. Но слишком поздно выработал прям максимально грамотную стратку. И научился выносить так, чтобы... Ну, прям вынос был полнейшим. Либо слишком рано выносил, либо не понимая в какой момент. Но и, надо сказать, скиллуха здесь была показана нехилая. Потому что сам прорыв сначала до 30-го, потом до 20-го. Это была вкуснятина. То есть, ну, потом я отыграл все. Просто посмотрите на это. Ну, разве это не прекрасно? Еще две гонки и финалы. Ну, я не уверен в том, что... Меня могут из этого финала выпнуть, если я здесь выиграю. Все еще может произойти. Мои шины могут уйти. А они друг друга все-таки довезут до меня. Там растолкают, подтолкают. Даже на ушедших, на равных. Просто у них-то есть напарники, партнеры. Но так как здесь никто не бампует, то я думаю, что они не смогут меня догнать. Оторваться они могут за счет машин. Впереди идущий может ехать достаточно быстро. Но без бамп, драфта меня явно не достать сейчас. Хорошо, что шина не лопнула. Здесь бывает. Колеса ушли. Я теперь это знаю. И в Т1, Т2 буду осторожен. Мне не с чем рисковать. Я более чем уверен, что даже такого темпа будет достаточно для победы. Хорошая трасса. Не Нэшвилл. Не кусок говна. Мне нравится. Хотя, наверное, в реальном Наскаре ее, может, даже и критикуют. Выглядит она, в всяком случае, довольно пресной. Еще 12 кругов. Бывают гонки, в которых вообще нет никаких драматичных событий. То есть... Большую часть времени вообще никакой борьбы. Это, к сожалению, минус. В реальном Наскаре такого не бывает. Здесь у меня случается, когда я... Ну, либо тактически переиграл. Либо просто это шортрек, где боты не умеют ездить. Много таких моментов было в сезоне. Ну, что поделать. Бывает? Продолжение следует... Я записывал эту серию летсплеев за два дня, и за два дня я насидел в этой, блядь, отвратительной отсосной игре почти 20 часов. Вот чем приходится заниматься человеку, у которого санкции лишили Gran Turismo 7. Залип я жестко, но большую часть времени, конечно, я был, ну, фрустрированный, не более того. Взбешенный, я бы даже сказал. Очень надеюсь, что, ну, я так понимаю, лицензия остается у Motorsport Games, у этих самых, но очень надеюсь на то, что в следующем году... У них было больше времени, в феврале они уже перестали выпускать патчи к этой части, что они задумаются над своим поведением, что-то изменят. База графическая и движковая отличная, но я бы равнялся на их месте не на Носкар Хит, и на что-то такое, а именно на iRacing в плане того, как там показаны гонки. То есть, во-первых, это нормальная настройка Huda, ну, нужно поработать, естественно, с искусственным интеллектом, но это дело 10-ое. Нормальная настройка Huda, нормальная, полноценная, нормальная карьера, а не это говнище, где ты ездишь на машине Тимми Хилла. Худ, я имею в виду, чтобы зеркало было, фов можно было настроить, но я уже это все говорил. Нормальные правила, то есть, с полноценными пидстопами, ездой за сейфти-каром и т.д. и т.п. То есть, то, что сейчас, это, ну, просто никуда не годится. Но я боюсь, что все будет скорее в сторону свистоперделок развиваться. Но графика и все остальное и так достойная. То есть, не хватает только геймплея. И то, он иногда очень жесткий в плане интересности. То есть, я могу вспомнить несколько гонок, где Байрон победил, помните, которого я растолкал, Покона. Много-много было интересного. Но это приходится самому выискивать в игре. Это не она тебе дарит, это ты. Как бы своим отношением, своим терпением и всем остальным подарил себе эти моменты. Пять кругов тем временем осталось. Т1, Т2 уже довольно тяжело проходить. Уже раза 3 или 4 я лизнул стену. Впреждения тоже надо разнообразить, кстати. Вижу круговых бомжей впереди. Это как раз те пацаны, которые со мной стартовали. Ну, согласитесь, у меня не было, в принципе, никаких шансов бы в этой гонке. Если бы здесь был нормальный сейфтикар, искусственный интеллект. Но, блядь, это даже не запрограммировано. Здесь такие даже баги с этим связаны, что с ума можно сойти. Почему никто не заехал на пит, ну, практически после четверти дистанции вместе со мной? Странно. Чего же говорить в игре даже, когда ты ставишь турнирную таблицу через стейджи, они тупо не работают. Это же просто смешно. Так, ну, самые днари наскаровского чемпионата. Мне жалко только Коди Вейра. Он, в принципе, не так уж и плохо. Все остальные вокруг, это всегда говно. Жопу Коди Вейра я часто видел, потому что, ну, вот этих вот хафов, куганов я всегда проходил легко. А вот дальше Коди Вейр был всегда. Его сгущенная попка. Эх, Коди Вейр, пока. Я за чемпионство. Жалко машина. Ну, то есть, мне нравится. Наверное, больше всего вот именно в Носкаре все-таки как Камарычи выглядит. Но форды тоже неплохо выглядят в стоковом варианте. Жалко расцветка просто убогая. Последний круг скоро начнется. Забавно, что здесь Т1, Т2 более жесткие, чем Т3, Т4 в Техасе. Ну, я уже так, играясь, играясь. Доезжаю. Жалко, даже вот в конце не дает пончики покрутить, например. Анимация победы вообще в отдельном меню и все время убогая. Я уже даже перестаю ее смотреть. Хочу перестать, но не перестаю. Очередная победа. Ну, награждением это даже и не назвать. Чепуха какая-то. Но шляпа, которую мне дали, она красивая. Главное, чтобы она не упала. Потрясающе. Все горит. Надеюсь, это нереальный пожар. А так. Ну, что ж. 4100 поинтов. И дальше у нас Канзас. Знаете, что? Голливудское казино. Вы видите новое предложение контракта. Что такое? Мне предлагают... Раз, два, три, четыре, пять, шесть контрактов. Но с этого сезона или как? Старт дейт, новембер восемь. А сегодня у нас... Восемнадцатое. Так, ну это после окончания сезона, соответственно, сразу. Ну, я, наверное, подожду. Потому что, ну, типа, есть интересное предложение. Например, Ричард Чилдресс. Кто за него, кстати, гоняет? Лучшие предложения, я так понимаю, это Ричард Чилдресс. Чилдресс, там Остин Дилан. Это Шевроле. И что-то еще было. Из достойных команд. Блин. Прошу прощения. Что-то я провафлил. Ну-ка. МБМ Мотоспорт. А, ну это те, за кого я и сейчас езжу, правильно? Я просто повысил их рейтинг очень сильно. Там те рейтинг 88. Это продление. То есть, Ричард Чилдресс это лучшее предложение, которое у меня есть. Я, наверное, подожду конца сезона. Может быть, что-то еще повкуснее будет. Итак, Канзас, на котором я уже ездил, на Буш и Макбуш рейс. Я себе позволю, знаете, что сделать? Наверное, я что-то подумал о том, чтобы скипнуть. То есть, засимулировать тупо эту гонку и проехать уже Мартинси. Потому что очевидно, что это вообще ничего не определяет эта гоночка. Так, дайте я вспомню вообще, что это за муть такая. Почему я там был по одним из последних? Что там произошло? Выглядит как стандартный шорт-трек. Где я обычно ебашу. Ммм, возможно, это как раз та трасса, где я подключал руль, и вы ее даже не видели. Этой трассы, на самом деле. Вы смотрите, какой держак лютый. Да, походу, это та, где я руль подключал, и это было так себе. Ну, вот он, Канзас. Вполне вероятно, мы его пропустили. Так, да. Возможно, я какую-то другую трассу ехал, и вы ее не видели, я не помню точно. Но трасса скукатуры какая-то вообще вонючая. То есть, вокруг ничего нет. Какие-то поля. Кругом. Да, давайте так, следующая сессия. Ну, все-таки боремся за чемпионство, наверное. Нужно нормально к этому всему отнестись. Не наплевательски, давайте проедем. Просто я и так в финал выхожу на первом месте, а там дальше уже не важно. Там все от одной гонки будет зависеть. Вообще от одной. То есть, не важно, сколько у тебя очков, сколько у тебя чего. Просто вот одна гонка, и все. Кто выше, что ты чемпион. Если только все в жопе не приедут. Так что, ну... Ехать этот Канзас нет никакого смысла. 29-й. Ну, я поеду, да, ладно. С 29-го нормально стартовать. У меня там и место на старте было какое-то позорное. Бля, опять эта ебучая ракушка. Они ее всегда здесь в Канзасе вручают. У них даже нету фантазии там в Канзасе. Вот опять меня... Ну, посмотрите, какое расстояние. Ну, тут уже сразу... Блядь, мне две позиции просто вот так вот... Меня отняли вообще ни с хуя. Пока держимся в жопе. За Джастином Хейли не самым плохим пилотом, но нету какого-то продвижения вперед. У нас вот, возможно, это продвинет нас. Нет, сейчас я не буду заезжать на пит. Машина целая. Стартуем примерно с той же позиции, с которой стартуем. Всех понесло куда-то дернуться. Из-за этого ни у кого нет разгона, и я доезжаю сразу до Хэмлина. И даже у него нет скорости до сих пор. Как вы видели, это как танец какой-то сейчас был, синхронный размен позициями. Блядь, Суварос, ну что ж ты меня не любишь-то так? Ну, я вижу здесь легкую победу, естественно. Нужно только немножечко посвинячить. Например, Суварос, сука. Зачем он так себя повел? Ну, я не буду пока. Пока просто поеду, подержимся с пацанами. Впрочем, темпа у меня нет. Темпа у меня нет, это видно. Блядь, в грязном воздухе я здесь удержаться не могу. И уходя вниз. Что же мне делать? Ну, вообще все плохо. Теперь я понимаю, почему я в этом Канзасе был в очке. На руле или даже неважно на чем. О, Альфредо, Альфредо. Так, блядь, Альфредо уже пролетел. Минь меня. И что мне делать? Хори Ладжой. Так, ну это не желтый ли? Это желтый. И это пяты. Не нужен репейр, не нужно топливо. Четыре шины. Успеваем быстро. Возвращаемся. И на шинной стратегии побеждаем. Наскара-то здорово. Я думаю, что меня бы давно уже отпиздили и убили, блядь. За такие выкрутасы. Впрочем, похоже, я становлюсь круговым. Я точно видел машины, и они едут, блядь. Уже примерно 10 машин проехало. Да, похоже, первая десятка проехала. Может, даже больше. Я стопудово круговой. Ёб твою мать. Ёб твою мать. Мда. Что ты тут еще скажешь? Так, ну свежие шины. Победный настрой. А шины здесь быстро ушли, кстати. Первый раз. Пока нормально все выглядит, но очевидно, что в этот раз с тем темпом, который у моей машины на этой трассе, я не прорвусь. Так как... Я уже не помню, где я прорвался, но где-то вот недавно прорвался. Блядь, дурак, что ли. Недавно тебя разворачивал, по-моему, а ты опять... Идиотничаешь. Как будто ничему жизнь не учит. Сука. Я не хотел сейчас разворачивать кого-либо. Я хотел внутрь пролезть, но мне просто не дали. Не лезь сюда, не лезь. Не лезь. Классно, классно, классно. Классно, классно, классно. Ммм. Джой Логана что-то тут делает в этой жопе. С остальными неудачниками. Бля, как же шина уходит? Что за хуйня? Да все уходят от меня, вы знаете. Спасительный Т1, Т2 дает мне шансы цепануться. Но я недоволен. Ай, всю эту группу надо проходить. Очень быстро здесь боты едут. Даже на изножке. Бля, пиздец. Тут Алекс Боуман, мой главный противник за чемпионство. Что-то у него тоже не задалось, похоже. А, нет, стоп, против меня Вильям Байрон, точно. Это другой. Успел Логана проскочить мне? Нет. Так, их тряханет в этот раз? Почему их не тряхануло в этот раз? Этого я не понял. Я сейчас надеялся на... Раз уж я зацепился за того чувака, я надеялся на то, что сейчас всех тряханет. Опять на старте я проеду. Ну, блядь, у меня вообще нет темпа даже на свежих. Логана. Это первый бамп, который я получил за все время. И он мне помог. Ну, как помог, я все равно в жопе. Самое печальное, что у меня... Нету шинного преимущества. Шины ушли быстро. Впрочем, в Т1, Т2 я все-таки нормально так... Блядь! Ебать меня снесло. Семь кругов до финиша. Финиша, 21-ая. Да! Вот этот момент, наверное, где меня снесло, он будет определяющим. Я неплохо шел. Он меня буквально выкинул в стейнхаусы и все пиздец. Не, больше ни за что не борюсь. Сука! Быстрее давайте, желтые уебаны! Блядь! Ой, блядь! Надо было шина поменять. И это просто финишный круг. И я ничего не могу. Просто ничего. Пиздец. Блядь, а зря только ехал, испортил все настроение и все ебучая трасса говна. Кошмар. Ну, я остаюсь первым. Наверное, я уже в финале. Ну, мне трудно сказать. Но, тем не менее, Мартинсвиль придется ехать. Теперь точно. Последняя гонка перед финалом в Фениксе. Ну, а судя по тому, как она выглядит, мы ставим более лузовые. И выезжаем. Так, я здесь был... Ага, блядь! Я знаю эту трассу, блядь. Я знаю эту трассу. Я здесь всех на два круга объехал и, блядь, третьим стал. Я помню эту хуйню, блядь. Ага, ага. Да-да-да-да-да, здесь еще пердешь постоянно. Да-да-да. Ох ты, сука, конечно, блядь, гнилая. Я помню. Но надо реабилитироваться. Другое дело, что скучновато будет. Я опять, скорее всего, всех вздрючу, как, ну, детей здесь. А ехать придется долго. Так, ну че. Гритумайн меню и я ставлю на последние две гонки чемпиона тогда. Поехали. Посмотрим, чем все это закончится. Но я хочу быть чемпионом, когда определяется... Чемпион. Да, и я, наверное, максимально лузовую тему здесь поставлю все-таки. Поехали. Так, это тоже практика. Это уже должна быть квала. Это опять практика. Так, это уже должна быть квала. Это опять практика. Ладно, че-то забаговало, малый. Я не знаю. Я в бесконечной практике. Это все-таки уже точно квала. Ну, поехали. Вряд ли я покажу время лучше сорокового. Ты виноват. Я даже не понял, дали ли мне контроль над машиной или нет еще. То есть... Невозможно было понять. То есть вот здесь на выходе из поворота не я рулю. Потом пропердош какой-то, пропердон какой-то идет. Вот здесь мне дают управление. Все, я понял. Не, ну, это вкуснятина, конечно, а не трасса. Два круга, оказывается, окей. Я обычно вот поначалу пердежа ориентировался и начинал газовать. Но не факт, что это хорошая мысль. Нам насрать. 39-й, но... Мы же понимаем, что речь идет о прорыве. Еще одни часы. Ну, одни, блядь, я проебал уже в нечестной борьбе. Вау, 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 вау. Что там, коробка пинает, что ли, пацаны? Жесть, я блеванул. Пацаны, да дайте проехать. Поехали. Продолжение следует. Ты в центре, 3-1. Да, похоже, о победе остается только мечтать. Что-то как-то совсем все плохо. Три-четвертое место, ну, прорыв нужен прям солидный. Ладно. Тут просто даже шин не поменяешь, тут точно становишься круговым. С другой стороны, 75 кругов. А на свежих шинах, мне кажется, здесь можно жестко грязеводить. И кругов на 5 всех обойти. Но для того, чтобы это сделать, надо сначала прорваться на позиции, с которых всех можно на круг обойти. Это раз. Во-вторых, чтобы кругов самих оставалось там, ну, 30, к примеру. Блядь, это сильно, что ли, было? Блядь, минус перед и минус машина, все. Но у меня лопнула шина. Рестарт, к сожалению, придется сделать. Что от удара, который, по сути, был бампом обычным, у меня лопнула шина. Блядь, обычный бамп-драфт, блядь, шина лопается, морда вся отваливается. Охуенная игра. Очень жалко, что пришлось рестартить, но... Посмотрим еще раз на этого от излов в исполнении машин. И едем. Прямиком в финал, я считаю. Не-не-не, конечно, мы никуда не заезжаем. Я сам из себя 7 кругов отнял, правда, этим му. Да, пока вообще непонятно, как я выиграю здесь, но я, конечно же, выиграю. Ну, как? Это не ясно. Нет, еще рано. Их продолжает как-то расколбашивать. Тринадцать позади. Так, тачка целая. Вот, кстати, индикации поломок тоже бы не помешали. Вот и... Так, ну до тридцатого доехали. Убрываемся жестко. Ну, а что делать? И, кстати, удивлен, что здесь, оказывается, бамп драфта. Ну, судя по тому, что говорил комментатор, это стратегия для победы. Никогда бы не подумал. О, блядь, ничего себе он. Перекрещивает, как Леклер, блядь. Еще и внутрь меня не пустил. Вот, сука. Ну, ничего, ничего, блядь. Ой, двадцать восьмой. Восемнадцатый круг. Надо побеждать, надо побеждать. А как? Пока непонятно, но в целом уже что-то вырисовывается. Рано или нормально. Рано. Четвертый, я двадцать девятый. Хорошо. Может, бамп имеется в виду как раз моя стратегия, так сказать? Так, ну, теперь, наверное, пора. Мне так кажется. Все заехали! Еб твою мать. Как так-то? Никогда не заезжали! И вот. Охуенно! Выезжай, выезжай! Первым объезжай это говно все! Каким я буду? Двадцать седьмым. Сзади нас Джоя Лагана, а я круговой, блядь. Джоя Лагана, видимо, на старых шинах. Как и в прошлый раз, его надо обойти на круг, чтобы победить. Суки, что творят? Я не заехал. Почему я стал тридцать? Блядь, че, игра вообще охуела, что ли? Да. Половина дистанции позади. Мы, обгоняя всех, не выигрываем позиции. По непонятной мне причине. Блядь, это... Да неужели это столкновение тянуло на то, чтобы у меня морды не осталось, блядь? Вы че нахуй? Пизда, блядь. Сзади остались клоуны, не сменившие резину. Нет, здесь еще много таких. Вон, Джоя Лагана. Нет, 38, мне 40 кругов нужно всех обгонять и в итоге обогнать на круг. Но те, кто не сменил резину, сильно, конечно, ошиблись. Но как быстро я смогу все это сделать? Выиграет вообще, походу, какой-нибудь Кулган или Дэвисон, который со мной резину менял. Блядь, делаю все, что могу, тупо еду. Жалко, морду отломили, блядь. Твари ебучие. С мордой было бы лучше, конечно. Настолько уж у них ушла резина, кстати, чтобы за счет моей смены прям вздрочить всех. М-м-м, это плохо. Не дай бог я опять два круга проигрываю. Блядь. Хейли хотел моей смерти. Я видел это. М-м-м, не, за 30 кругов я не вздрючу всех на круг, даже на свежих. Как же долго я прорывался здесь. Ну вот это была бы победа, то есть... Если бы пидстопы не заглючили, я бы сейчас вот обходил за победу, ребяток. Но в итоге это те, кто был на пидстопе. Блядь, меня утешает то, что все должны были замедлиться настолько, что за эти 30 я всех въебу. В стену или просто. Но так как я не могу даже Остина Дилана нагнать. Не говоря уже о том, чтобы обогнать его еще раз потом. Да, какая-то унылая хуэта вышла. Короче, по большому счету... Мне надо сейчас... Ну, он вообще уезжает от меня, поэтому какая разница, что мне надо. Если я даже Остина Дилана достать не в состоянии. Так-то мне надо было догнать первого, обогнать его. Или прям на нем... Прямо на нем организовать желтый. Тогда я прорываясь с 40-го на свежих шинах, мог бы даже выиграть. Но этот план не осуществим, так как... Я не догоняю. Я просто не догоняю. То ли морда сломанная мешает, то ли... Просто скорости нет. Да, поставить чемпиона на эту гонку, это была ошибка. И посмотрим, что в Фениксе будет. Это будет финал. Если я в него попаду, конечно. Потому что не факт, что с такой гонкой. Сейчас все очки наберут, блядь. Так, ну впереди... Беселуха какая-то. 20 кругов еще. И все едут, так сказать. Причем... Выглядит это крайне забавно. Ну я еще пару позиций отыграл. Нееет, блядь! Что за животное-то сделало? Ёп твою налево, блядь! Какой же он урод, блядь! Ебучий шакал! У нас 15 кругов. Я уже начал обгонять всех на второй круг. Я, дам богу, было бы известно, на каком месте я бы закончил, но... Здесь и сыграли бы вот эти шины и все остальное. Я понимаю, что я там жестко врывался и как бы, ну, типа сам виноват во всех своих проблемах, на тем не менее. Жалко, что я его развернула. 14 кругов. Мне бы набрать сколько-нибудь очков. Я вижу Кайла Ларс, но он 19, похоже, в круге со мной. Ё-моё. Жесткая борьба с квином-хуфом. Смогу ли я достать быстрых на такой машине? Ну, мне надо, чтобы они в пак, короче, сгруппировались и тоже ехали, еле-еле тормозя. Но они едут сингл-лайн, так называемые, в одну линию. Да, не вижу я того, чтобы я еще раз их догнал. Жаль, жаль, вот кто там развернулся поперек, тот мне все испортил. Ну, ну. Это месть, блядь, я хотел сказать, это месть Рэддику за весь сезон и вынести его, а в итоге он просто... Эээ, Рэддик, стой. Как же так? Все открыто. Присоединяйте, ты вверх. Слышно, открыто, открыто. Да, я хочу на пяты. Что я нажал? Не знаю. Я хочу фулл репэр. Я хочу без топлива. Хочу все шины. Я думаю, что все будет хорошо. Мы еще можем здесь побороться, прорваться. Да, двадцатая лучше, чем сороковой. Я не уверен, что я теперь выхожу в финал, если честно. Это клоунская гонка, то, что я поставил здесь чемпион. Блядь, если все попадут в хорошие очки, я в таком очке сам. Так, но они ждут меня, это здорово. Понятно, что я буду сороковым, скорее всего, на старте. И понятно, что у меня будет два-три круга. Но у меня будет целая машина, пусть и немного помятая. И на свежих шинах. И одному богу известно, на что я способен. Я бы даже сказал одному черту. Мне двадцать первым. Так, но свою позицию я сохранил. Может, даже еще немного прорвусь. Я вижу, там восемнадцатого впереди. Кто-то решил... Заехать на пяты. Я шестнадцатый. Чем больше отыграю, тем лучше. Надо нырять, надо нырять в последний. Пятнадцатый все равно... Блядь, что происходит? Пятнадцатый. Кто-то кого-то привез на себе. Ну, пятнадцатый это очки. Ху. Я только Суареса еще мог обойти, на самом деле. Только он был со мной в круге. Ну, концовка просто... Пиздец. Блядь, жаль реплей долго мотать. Я бы посмотрел на эту куету, блядь, на последнем круге. Давайте попробуем. Тем более, было много желтых. Она не такая уж долгая, все это перематывать, правда. Стоп, ЛС. Это назад. Что-то я не понимаю. Как приматывать-то? Я пытаюсь понять, что вообще происходит. Это финиш? Нет. Было такое вообще в этой гонке шляка? Все заехали на пяты? Я вообще бахаю от того, что я вижу. Большинство из этого... Ну ладно, давайте попробуем. Реально. Ну, мне кажется, финиш стоит увидеть все-таки. Не знаю, попала я в финал или нет. Очень надеюсь, что да. Но я, пожалуй, не мог эту гонку проехать лучше. Ну, реально не мог. Она вообще не складывалась. На ветеране, может, и мог бы. На чемпионе, нет. Пятнадцатый это даже, ну, наверное, неплохо. Все летят, летят, летят. До последнего круга, я так понимаю, еще очень далеко. Снова какое-то количество машин на пятах. Это когда я всех объезжал. На выходе. Потом началось, началось. Я начал отыгрывать жестко. В какой-то момент. У нас случился разворот. В том паке впереди. Ну, я сам, конечно, туда врывался. Как мразь. Но в других-то ситуациях никого не разворачивало. Сколько обгонов, боже. Сколько борьбы. Все ради пятнадцатого места. Это с Кайлом Бушем. Макдаула обошел. Забавно, конечно, смотреть, как они летают по треку. Но мне интересен другой момент. Я очень хочу понять, что было на финише. А, ну это когда я... Блин, это очень еще долго. Это когда я... Как раз специально замедлился. Когда я понял, что я не достаю. Там я не помню уже кого. Потому что мне снова нужны свежие шины. Сейчас я буду тормозить. Специально кого-то разворачивать. Причем меня в итоге развернули. Затолкали. На этот вот этот вот ключевой момент, который в итоге стоил в гонке. Или сейчас он будет, когда я... Но в любом случае финиш уже скоро. Тупо, что, конечно, на перемотке машин даже по трассе не еду. Но зато... К физике вопросов мало. Знаете, если бы это было соревнование летающих машин. Так. А, вот. Вот это я специально пытался. Потом скорую показывают, видимо. Нас всех загребли. И вот он, рестарт. Стоп, 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 стоп. Стоп. Блядь. Блядь. Да даже нормально повтор не посмотреть. Пошел я на обгоны. Ныряю внутрь. Там полетел, полетел малютка какой-то уже. Во-во-во-во. 42-й идет на взлет. Жжжж. Ну, естественно, никакого желтого. Парень просто покинул нас, так сказать. Дальше я, естественно, быстрее всех. И я такой, ладно. Торпедируем. Иду на врыв. Нет, это еще я не иду. Во. Там впереди даже более веселые события. Здесь-то понятно. Кто-то зачем-то напит тут завернул. Или это еще не на этом круге? А, нет. У нас же два круга было. Во-во-во. Сейчас посмотрим. Ну, врывчинка, я считаю, хорошая была. Я не знаю, позиции мы здесь выиграли или нет. Я в тот момент уже не смотрел. Где Суарес, я не вижу. Так. А почему никто не летит впереди? Там просто перевернута машина. Это с прошлого круга лежит. Бедняга, весь круг лежал. Желтые так и не дали. Это все еще 44-й. Все в него въезжают. Я такой, блядь, типа, ебать, блядь. 42-й, прошу прощения. Меня прям в него еще несет. Так, пацаны. Пробка такая образовалась из него. Это я, я выезжаю, видите? Я самый умный такой. Думаю, не-не-не-не. Тут делать нечего. Это плохая мысль. Блядь, а если 42-й, это Суарес? Да нет, Чистейн, похоже. Не, ну финиш, что надо было. Ебать, я времени потратил на то, чтобы его рассмотреть. Хух, 15-е место. Эндрейс. И что? Все. Финальная четверка. Мы остались даже на первом. И следующий выпуск будет последним. Мы едем гонку за чемпионство. Как видите, у всех 5000 очков. То есть просто кто приезжает выше, тот и победил. КОНЕЦ